Всем привет, ребят! С вами я, Денис, и вы очень сильно просили, чтобы я отснял продолжение, вторую часть про Икею, и этот ролик именно об этом. Если вы не видели первую часть, первый случай, где Икея опростоволосились, можете перейти по ссылочке в описании. Я в полном шоке, мне просто до истерики довел. После этого видоса со мной связались и сказали, что да, мне вернут мои деньги, дадут, кажется, 5000 ваучером, то есть купоном, то есть я могу просто взять товар на 5000 рублей из Икея. Ладно, окей, я в принципе согласен, типа норм. Они сказали, ну раз окей, тогда вам нужно будет подписать договор, чтобы вы не имеете никаких претензий. Я такой, договор, какие-то бумаги, мне нужно подписывать. Опа, мне это не нравится. Я говорю, хорошо, пришлите это все мне на почту, чтобы я показал это своим юристам или хотя бы сам ознакомился. Мне сказали, да-да-да, обязательно пришлем. Звонок в тот же день, через несколько часов, парень в грубой форме мне начинает говорить, не представившись, кто он, что он, по какому вопросу, он просто, ну что вы там решили? Вам разве не передали? Вы разве не с одной конторы как бы звоните? Он такой, ой, они забыли записать. Что, кто забыл записать? Меня все типа устраивает, но сначала я должен ознакомиться с документами, поэтому я попросил их прислать ко мне на почту. И человек говорит, хорошо, мы вас поняли. Пришлем, пришлем там со дня на день. В общем, с этого времени прошло полторы недели. Договора нет, но пришла смска, чтобы я приехал в Мегу Белую Дачу в Икею и забрал как бы свои деньги. Я пока что не хочу ехать, потому что я прекрасно понимаю, что приехав туда, мне дадут договор, и если я не буду согласен с какими-то пунктами, то я просто зря потрачу свое время. Либо мне придется согласиться на эти пункты, что тоже будет очень стрёмно. Поэтому я пока никуда не еду, пока я не ознакомлюсь с этими бумагами. Так что, ребят, я подчеркиваю, что Икея, в принципе, извинились и решают этот вопрос. Что будет дальше, я обязательно скажу. И, в принципе, вот на данный момент, если договор будет без каких-то подводных камней, у меня никаких претензий к Икее нет. Я не думаю, что Икее очень нравятся такие ролики. Я думаю, им больше нравятся ролики, как, например, у нас на канале, как мы покупали кухню. Как мы пошли, как мы выбрали, как мы рады, что такая кухня красивая у нас получилась. А вот такие ролики, я думаю, не совсем нравятся. Но, знаете, это объективно. Я снял то видео, где я был счастлив в кухне. Я считаю, что кухню в Икее купить хорошо. Во-первых, она там есть в наличии, ее быстро привезут. Там низкие цены и хорошее качество. И, кстати, сборщик был хорошей кухни. Ну и объективно я рассказываю про ситуацию с этим шкафом, который не собрали в предыдущем видео, с этой тумбой, которую мне до сих пор не привезли. Так как я обещал вам рассказать второй случай, что же произошло, я начинаю. Дело уже было после того, как нам сборщик не собрал тот шкаф в спальне. Мы после этого уже купили шкаф в зал. Вот он, кстати, тут стоит. Я его тоже собрал. И мы с Викой подумали, а почему бы не заказать тумбу под телевизором, потому что внешний вид нам ее очень сильно нравится. И комод. В общем, мы делаем заказ. Доставка приезжает вовремя, как мы и договаривались. Доставщик уже половина всего занес и говорит, у вас чего-то не хватает. Я говорю, как чего-то не хватает? Что случилось? Чего именно не хватает? Он говорит, я не знаю. Соответственно, какие у меня могут быть мысли, что доставщик что-то забрал себе? Доставщик что-то по дороге сломал. Доставщик это куда-то потерял или где-то забыл в машине у себя. То есть, почему мне об этом сообщает доставщик, а не компания Икея? Почему мне говорят, что потом когда-то это довезут? Я сейчас освободил свой рабочий день и жду доставку. Почему я должен освобождать еще один свой рабочий день? Это очень странно и очень глупо. Я говорю, а как теперь, если я позвоню в техподдержку, а они скажут, что вам все доставили? Он говорит, нет, не бойтесь, не беспокойтесь, там все знают. Я говорю, хорошо, но чего именно не хватает? Он говорит, а я не знаю сам. Я говорю, что теперь будем делать? Приняли такое решение, что сверяли каждый товар. Вот от такой коробочки до такой коробочки. Каждый артикуль сверяли, из накладной вычеркивали. И то, что осталось, того, соответственно, и нет. Не было второй части этой тумбы. Кажется, вторая часть, это вот эти длинные палки вот в этой тумбе. То есть, соответственно, я не могу начать собирать эту тумбу, потому что нет куска. Но я думаю, ладно, привезут там на следующий день. Звонка нет. Проходит неделя. Я звоню сам, говорю, мне не доставили часть. Они говорят, как не доставили? Ребят, сейчас на секундочку прервусь от рассказа. Это ни в коем случае не реклама. Это анонс нашего с Викой конкурса. Те, кто смотрел канал MyPack последние ролики, те знают, что у нас проходит сейчас конкурс. Победитель выиграет один день с нами. То есть, мы сходим в кафешку, мы сходим в какой-нибудь магаз, мы пойдем в кинотеатр, посидим. Либо, если победитель будет не из Москвы, мы просто соберем какой-нибудь крутой сюрприз-бокс, ну, то есть, коробку с сюрпризами, которую сами соберем для человека, и отправим в ваш город. Для этого нужно всего лишь перейти по ссылке в описании, на канал, это лайв, и написать веселенький комментарий под ее видео, что вам понравилось именно в ее видеоролике. И победителя совсем скоро мы озвучим. И, кстати, если это будет победитель из Москвы, и мы будем проводить с ним целый день, то, конечно же, мы будем снимать влог. Звонка нет. Проходит неделя, я звоню сам, говорю, мне не доставили часть. Они говорят, как не доставили? Я говорю, так и не доставили. Мы разберемся, мы разберемся, с вами свяжутся завтра. Проходит еще неделя, со мной никто не связывается, я начинаю звонить, мне говорят, ой, извините, пожалуйста, извините, доставочка будет, будет вам перезвонят, с вами свяжутся, и скажут, когда привезут вам, довезут вам эту самую тумбу. В итоге, со мной никто не связывается. Я звоню третий раз, они говорят, да, доставка будет завтра Я говорю, ура, ес, спасибо, вы дома, подтверждайте доставку Я говорю, да, я дома, я подтверждаю доставку В итоге наступает следующий день и мне никто ничего не привозит Было принято решение просто купить все самому, съездить и купить Все было куплено, я очень счастлив, очень рад И после того ролика, который я записал в предыдущем, ссылочка на него будет в описании Со мной связались и сказали, что будем делать, довезем или вернем деньги Если вы отвезете пол тумбы обратно То есть я должен был за свой счет везти пол тумбы обратно И тогда бы всю сумму тумбы мне бы вернули Да, делать мне нечего, я говорю, я уже докупил все Купил эту тумбу и собрал, она уже у меня висит Очень странная ситуация, не находите ли? То, что со мной связались Связано ли это с тем, что я записал видеоролик? Возможно, да, возможно и нет Что вы думаете по этому поводу? Ну, я, кстати, вот уверен, что Икея забили на меня на целый месяц по этой ситуации С сборкой шкафа еще на более долгое время забили Просто потому, что я не ругался Каждый день, не названивал каждый час Не приезжал к ним в магазин Там ни с кем не ругался, ничего не выяснял Они поняли, что раз я такой спокойный Раз я не хочу особо ругаться То можно на меня забить Раз я глаза им не мозолю, можно мои проблемы не решать И если бы я постоянно бы что-то возникал Они бы, конечно же, уже давно бы все довезли И бы собрали сборщика какого-то, прислали Но это, соответственно, говорит о... Я не знаю, что будет дальше Я не знаю, какой теперь договор мне пришлют Я не знаю, что там будет Но я обязательно буду держать вас в курсе И к какому соглашению мы придем Вы об этом узнаете первыми С вами был я, Денис Не забывайте ставить лайки Не ставьте дизлайки Пишите комментарии по этому поводу Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok